Со столь быстрорастущим ассортиментом девайсов и атомайзеров стало достаточно сложно выделиться действительно стильным и уникальным набором. В этой серии видео мы расскажем вам о самых жарящих и красивых сетапах. Клонируя механический мод Scoundrel, китайские копипастеры нарочно допустили ошибку, назвав его Sandrel. В отмеску им производитель сотворил вторую версию своего мода, назвав его Fucking Sandrel. В этом видео вы узнаете, как достоинство может оказаться одновременным и недостатком. Очевидно, небедному обладателю Fucking Sandrel'а мод приедет во внушительном пластиковом кейсе с мягким поролоном внутри. Создается ощущение, что это вовсе не мех, а оружие. Как и подобает любому ограниченному выпуску, на коробке есть номер и подпись мастера. Мелочь, присущая действительно эксклюзивным вещам. Достав мод, мы сразу же нашли пару этому бруталу в виде фиолетового гуна с черным топкэпом. Во-первых, с Fucking Sandrel отлично смотрятся именно дрипки формата 24 мм. А во-вторых, сочетание толстенных стенок мода и крайне вариативной дрипки должно сделать этот сетап не только стильным, но и подходящим на каждый день. На весь мир The League of Scoundrels сделали всего лишь 333 мода второй версии. И если в первой версии элементами роскоши были варианты покраски, то в Fucking Sandrel производитель превзошел самого себя, покрыв латунь никелем и роди. Для тех, кто не в курсе, роди принадлежит семейству платиновых и является одним из самых дорогих металлов, которые используют в ювелирных украшениях для придания большего блеска и прочности. Форма мода отличается от Scoundrels и уже не имеет того самого приятного изгиба. За счет этого мод смотрится уже не столь интересно, но все так же брутально. Вокруг кнопки расположились отверстия газоотвода, поэтому аккумулятор стоит устанавливать плюсом вниз. Фишкой всех устройств от The League of Scoundrels является пин, выполненный в форме гаечного винта с полусферой. Ввиду того, что нижняя часть мода не откручивается, для разбора кнопки нужно искать ключ подходящего размера. А если под рукой такого нет, то можно прижать пин ластиком, а после открутить кнопку. Атомайзер сюда устанавливается через гибридный коннектор с прорезью для обычной монетки, которую вы получаете на задачу с покупки мода. Сама система напоминает RIG 2-й версии. В итоге дрипка как бы немного утопает в теле мода, что в случае перелива чревато скапливанием жидкости и ее попаданием внутрь Fucking Sandrel. Именно поэтому мы отказались от атомайзеров с нижним обдувом, остановившись на Goon RDA. По факту, эта дрипка сегодня является одной из топовых. Уникальная конструкция прижимных стоек дает самые широкие возможности для установки самых жирных намоток. В меру глубокий колодец вкупе с регулируемым боковым обдувом, золотая середина как для мехмода, так и для боксмода с платой. И тут наступает интересный момент. С одной стороны, родирование это плюс с точки зрения уникальности, но в итоге Fucking Sandrel уже нельзя назвать компетишн-устройством. Во всех тестах мод показал обычные результаты. Некоторые отчаявшиеся владельцы начали соскабливать родий спина, но критичного прироста в производительности этот маневр не дает. Жарит он неплохо, но надо понимать, что такое покрытие сделано для сведения к минимуму трудозатрат на очистку, а не для повышения производительности. Такой сетап не требует мороки с настройкой и чисткой, просто бери и парь. В итоге получается эдакий странный спорткар. Вроде бы и формы спортивные, и задатки все есть. А на деле сетап оказывается просто редким и эксклюзивным вариантом именитого бренда для фанатов и коллекционеров. Не забывайте, что несмотря на розничную цену в Штатах, где его практически нереально успеть купить, в России этот мод будет стоить больше из-за весьма ограниченной доступности и редкости. Мы благодарим Vapor Stoчителя за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.